Есть растения, в которые сразу же влюбляешься, как только познакомишься. Посмотрите, это иссоп. Как только я его понюхал, сразу понял, это мое растение. Поэтому, если вы поклонник разных пряновкусовых ароматов, он должен поселиться у вас на огороде. Ну, а для того, чтобы вы поняли, ваше ли это растение или нет, вам надо сначала его, как минимум, понюхать. Очень интересный, оригинальный запах. Растение это многолетнее, то есть, один раз посадили, и будет вас радовать много-много лет. Может быть, иногда вы будете делить. Размножается вегетативно, то есть, кустик можно поделить и рассадить. Но чаще всего и соп размножают семенами. Можно купить семена в магазине, вырастить рассаду и потом пересадить в открытый грунт. Можно не покупать. Вот, оказываетесь, вы на таких посадках иссопа, вот-вот-вот, сорвали веточку, вот это вот уже семенники. Положите, она у вас высохнет, соберете семена, вот вам бесплатные семена иссопа. Чем иссоп еще хорош? Кроме всего прочего, он красив. То есть, представьте, вот эта грядочка, она цветет практически несколько месяцев. Если вы посадите его у себя в саду, пчелы обязательно прилетят на иссоп и, естественно, параллельно будут опылять ваши посадки. Так что для привлечения сажайте это замечательное растение, которое вам, безусловно, понравится. А можно собрать высушенный иссоп в маленький мешочек и положить в постельное белье шкафчики. Моль не любит запах иссопа, зато ваше белье будет пахнуть по-царски. Да.